Здравствуйте, уважаемые зрители канала Заметки Нумизмата! Кроме рассказа про золотые монеты, также периодически рассказываю вам про некоторые необычности на серебряных монетах, ну и в частности на серебряных рублях Николая II. Из известных справочников многие из вас знают, что кроме особенностей изображения, портретов, знакового мецмейстера, внимание также следует уделять некоторым дефектам или бракам, ну скажем, неполная прочеканка некоторых букв, отсутствие гаст у букв Б и мягкий знак в слове рубль. Такие дефекты присутствуют на некоторых рублях, произведенных как в Бельгии, так и в России. Часто встречаются различные браки гуртовой надписи, как в результате частичной поломки инструмента, так и в результате ошибок набора, когда, скажем, вместо буквы И встречается буква Н, вместо С, Е и наоборот. Поэтому изучая монету, ее надо, конечно, изучать крайне внимательно, даже если монета вам попалась простая. А в данном случае монета не простая, но дата простая 1897 год, самый многотиражный рубль российской империи. И увидев такой рубль, многие значения-то ему не придадут. Таких рублей много, но красивый, поэтому попробуем его рассмотреть. Рубль-то в прекрасной сохранности, без следов обращения. Циккулей-то хранился в какой-то старой коллекции. Орел вполне обычный. Смотрим с вами внимательно на буквы, ничего необычного. Слово рубль со всеми гастами, хотя ошибка, отсутствие гаст в Б и мягком знаке может быть на таком рубле. Смотрим портреты, он тоже вполне обычный, встречающийся на монетах, произведенных в Брюсселе. Рубль как рубль. Тогда мы начинаем с вами изучать гуртовую надпись. Читаем внимательно, взял лупу, каждое слово, каждую букву, и мы видим, что 4 золотника, 21 доля, 2 звезды, знак брюссельского монетного двора, никаких искажений, никаких птичек, все пока нормально. Чисто ГО, буква С, без дополнительной гасты, ошибки в этой буквы также нет, серебра, стоп. А вместо Б это тут мягкий знак. Вот такая необычная монета с интересным браком, то ли ошибкой при составлении гуртийного инструмента, а то ли поломкой инструмента, но поломкой достаточно оригинальной, но нету верхней гасты буквы Б, и вместо нее виднеется мягкий знак. Необычность? Конечно, необычность, причем редкая необычность, неописанная, не встречающаяся в справочниках. Конечно, такая монета, кроме своей красоты и свойств для монет, не побывавших в обращении, имеет в дополнительную ценность индивидуальный, уникальный признак. Наверняка такие монеты еще есть, ведь, конечно, таким инструментом, будь то он изначально неправильно собран, либо же износился, начекая на какое-то количество монет, и, конечно же, можно их встретить. То, как часто бывает, если монета не описана, если дефект не указан в известных справочниках известных авторов, мы его просто не замечаем, а надо бы замечать. Будьте внимательны, смотрите внимательно свои монеты, догадывайте все их элементы, и, возможно, вас ждут сюрпризы, и в коллекции у вас появится монета, которой больше ни у кого пока нет. Спасибо! Подписывайтесь на наш канал, пишите свои отзывы. Всегда рады вам! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok